Это честный рынок, честный, неотъемлемый. И в конце концов ты можешь попытаться бороться с человеческим естеством. Ты хочешь все, мы хотим одного и того же. Нам нужны надежные деньги, целостность, этичность, мораль, глобализация, любовь, свобода. Все эти вещи представляет биткоин. Ты можешь пройти весь свой жизненный путь прямиком к папочке. Прямо к папочке. И мне кажется это забавным. Люди всегда спрашивают меня, являюсь ли я биткоин-максималистом. Я им всегда говорю, вот оно. Как дела, друзья? Зэн Зэн, сегодня с нами Джек Моллерс, основатель легенд Дирстрайк. И сегодня мы поговорим о макросреде, о крайностях в, а также повсеместном и инвестиционном использовании биткоина. Как он сопоставляет биткоин к говнокоинам, что думает о политике, куда движется законодательство, и почему он считает, что в конечном итоге Уолл-Стрит сдастся, и там все станут биткоинерами. Я в восторге от этой беседы, мне нравится ее тон. Джек всегда в отличной форме, и в этот раз никаких изменений. Итак, моя беседа с Джеком Моллерсом. Итак, ребятки, дзинь-дзинь, с нами Джек Моллерс, и, может быть, мы начнем с простых вещей. Что происходит в макросреде? Почему все люди из Уолл-Стрит хотят купить биткоин? Что, прежняя система сломалась? Да, я так думаю. Я думаю, что мы подошли к самому концу геополитического строя, в котором мы сейчас находимся. И мне больше всего нравится на это смотреть через отношение глобального долга к ВВП. Я представляю деньги как наше время и энергию в такой абстрактной форме. И то, что я под этим имею в виду, ты делаешь этот подкаст, и в обмен на этот подкаст ты получаешь деньги. Правильно? Я работаю в Страйк, за счет этого я получаю деньги. Так что мой коллективный вклад в общество в том, что каждое утро я просыпаюсь, ежедневно делаю то, что делаю, зарабатываю деньги, что является абстракцией времени и энергии. И я думаю, что государства могут занимать свою собственную валюту в виде максимально приближенному к путешествию во времени, к которому мы когда-либо приближались. И то, что я под этим имею в виду, заключается в том, что мне фактически разрешено занимать время и энергию с будущего. Так? Ведь деньги — это абстрактная форма времени и энергии. И как у правительства, у меня есть твоя собственная валюта, которую могу занимать. То есть я занимаю энергию и время из будущего. И когда я смотрю на глобальный долг к ВВП, намного переваливший за 300%, то вижу, что они заняли много энергии и времени у нашего будущего, без развития, чтобы рассчитаться. Это огромная проблема, а этот убыток придется принять. И я не являюсь макроэкономистом, нет соответствующего образования, поэтому я на это смотрю по-простому. Я думаю, это полезно думать о деньгах, как о форме времени и энергии, и тогда все становится понятно. Люди всегда такие, а почему бы долг не перенести на потом? Почему бы не печатать деньги? Нет-нет-нет, это не просто кусок бумажки. Это все наше время, деньги, вклад в сообщество, наши жизни. Так что кто примет этот убыток? Если мы вступаем в будущее с дыркой на нашем счете времени и энергии, то кто нам вернет эту энергию и время? И у них здесь, я думаю, есть два варианта. Или позволить рухнуть банковской системе, системе облигаций. Тогда чье время и энергия всех нас объединит? Может быть, время и энергии Джимми Даймона спасет время и энергию держателей облигаций, время и энергию всех банков? Или им придется обесценить валюту, забарв время и энергию коллективного населения? И большинство в рынке склоняется к тому, что, похоже, они ослабят валюту, чтобы объединить энергию и время всех, которые они заняли и не могут вернуть. Вот как я на это все смотрю. Вот почему я думаю, это ужасно с точки зрения инвестора. И вот почему я думаю, что биткоин — это лучшее, что для нас может быть. Скажем, они собираются обесценить валюту, с чем, я думаю, большинство согласится. Возможно, кто-то поспорит, как быстро они это сделают. Насколько катастрофично они это сделают. Но интересно то, что сейчас люди пытаются отдалиться от доллара, причем систематическим подходом. Покупая акции, покупая недвижимость. Они покупают биткоин, они покупают золото. Много чего они могут купить, чтобы уйти от доллара. Но каждый из этих активов оценивается в долларах. Поэтому в номинальном подходе, если ты покупаешь, скажем, ценную бумагу, например, сегодня за 100 долларов, а продаешь за 120 долларов, то, в кавычках, можно сказать, ты заработал деньги. Но почему биткоин, на твой взгляд, по сравнению с другими активами, и, конкретно говоря, Уолл-стрит, относящийся к традиционным финансам, почему они сейчас его покупают? Только лишь потому, что это новинка для них, а сейчас они получили к нему доступ. Через ETF или что-то еще. Нет, я думаю, это лучшее представление того, как выглядит обесценивание фиата. Это является антитезисом фиатной валюты. Биткоин не центр банка, у него нет правительства. Его кредитно-денежная политика не меняется, а объем ограничен. Это все то, чем фиатные деньги не являются. Поэтому, если ваша проблема заключается в обесценивании фиата, то ее лучшее представление в биткоине. Вы попросту берете противоположное. Это будет опцион для имеющейся системы. Это лонгволл. Да, я говорю сейчас терминами трейдера, но это именно то, что ты ищешь. И обычно ты это находишь через что-то подобное золоту. Через какой-то набор химикатов, который может меня к этому приблизить. Недвижимость. В теории они не могут напечатать еще больше земли. Но значит ли, что они не могут напечатать еще больше зданий? Конечно же нет. Я сижу в ебучем Нью-Йорке, где они могут строить огромные здания. Не знаю, но это достаточно близко. Биткоин же единственный инструмент вашего портфеля, который создали мы, люди, для решения именно этой проблемы. Конечно, у каждого есть своя собственная интерпретация изначальной документации биткоина. Но минуточку. Сатоша после сентября 2008 года создал документацию и написал, что я не могу доверять центробанкам. Это лучшее наглядное изображение имеющейся проблемы. Таким образом, я, выражаясь более простым языком, в этом вижу самое большое преимущество. Поэтому для тех, кому нужно сложить один и один, это значит наибольшую результативность. Поэтому с чего бы Уолл-стрит его хотел? Да потому что он показывал лучшие результаты, чем Кен Гриффин за 10 лет. Вот почему они его хотят. Люди не глупые. Тебе нужно либо в 10 раз больше работать, чтобы обогнать результаты держателя биткоина, либо стать держателем биткоина. Но значит ли это, что ты не обгонишь по результатам Кена Гриффина за следующие 10 лет? Нет. Все зависит от ситуации. Например, если у него есть биткоин, то нет. Ну даже если, например, скажем, он купил биткоин. Если его противотрейд привел к образованию асимметрии. По сути, я так считаю, что риск, который ты принимаешь, должен истек к соответствующей ожидаемой прибыли. Поэтому, покупая биткоин в 2015, да даже, честно говоря, в 2020, с высоким риском, который тогда видели большинство людей, ты получаешь эти безумные прибыли, если сравнивать с историческими прибылями других активов. Сегодня же, в большей степени, ощущается консенсус. И давай для простоты использовать простые цифры. Например, у нас образуется сложный процент за год в 100% на протяжении десятилетий. Забегая вперед, я думаю, что большинство людей скажут, что значение будет меньше. Но вопрос становится следующим. 10% в год, 50% в год. Если это 75% в год. Очевидно, что это меньше 100%, но сложный процент в 75% в год по-прежнему остается чертовски привлекательным по сравнению со всеми активами мира. Да, я не хочу говорить всякую херь, но думаю, что мы настолько находимся на ранней стадии истории биткоина. Так что не думаю, я готов сказать публично под запись, что биткоин достигнет 250 тысяч или даже миллион в этом цикле. То есть сейчас я говорю о будущих 10-18 месяцах. И это не то, что ты называешь 70%, то есть это будет много процентов. Но почему-то думаю, что он так быстро поднимется так далеко. А все потому, что, думаю, это является лучшим объяснением проблем обесценивания валюты. Это лучшее объяснение проблемы, что у нас есть. Это зеркало. Биткоин является зеркалом. Глядя в зеркало, что я вижу? Уродскую и раз**банную картину. Вот что. Так что я думаю, этим он будет лишь отражать имеющиеся проблемы. И это является причиной того, почему Уолл-Стрит так хочет эти ETF-ы. Ведь биткоин является единственным свободным рынком в мире. Это чистая человечность, он волатилен, он реагирует на мир, в котором мы с вами живем. Он делает эти движения, создает шум, он создает эти истории и заголовки. И это и есть жизнь. Так что, вот почему они его хотят. Ведь банки на этом делают деньги. На этих ETF. Они не делают деньги, выпуская облигации. Так что я думаю, что эти все причины будут напрямую отражать тот мир, в котором мы сейчас живем. В этом очень и очень изуродованном мире. Я думаю, что центробанки успешно прошли по пути исправления цены рынков, чтобы все держалось целостно. И того, чем будут рынки в дальнейшем. Все матерью всех имеющихся рынков. Рынков облигаций, рынков суверенных долгов. И всех тех денег, которые в нем будут. Мы с вами смотрим на своповые линии доллара к иене, которые только открылись. И что если люди, если правительство США, казначейство, будет безгранично выдавать доллары Японии и Китаю, защищая их валюты? У нас образуются 2-3 ковида внутри одного цикла. По мере этого стимулирования и печатая денег. Люди слишком зациклены на себестоимости капитала, а также процентных ставок. Но им больше нужно сосредоточиться на объеме капитала. Ведь доллары они печатать продолжают. Ведь не важно, ставка 5 или 0,5. Она в любом случае инфляционная. Так что, по этим причинам, я думаю, что... Как я должен предугадать наиболее зафиксированный актив в истории человечества? В сравнении с самой невъебенной проблемой, которую пытаются решить центробанки? Но в конце концов, камон. Ну, 250 тысяч до миллиона, я суперкомфорен с этими цифрами. Что ж, с чем-то я абсолютно согласен, с чем-то не согласен. Например, банки делают деньги с облигациями в 5,5%. Я думаю, что на более долгом периоде обесцениваемость облигации будет падать. Например, если мы посмотрим на TLT, то увидим, что за последние 5 лет он упал на 20%. Так что, я думаю, будет интересно, если некоторые из банков... Или, к примеру, возьмем имитентов стейблкоинов. Я думаю, что это будет лучшим примером. Они, по сути, покупают казначейские облигации, занимаясь их оборотом, что приводит, например, для Тезера, я думаю, около миллиарда долларов в квартал, типа того. Вот таким образом люди это оценивают, говоря, что «О, какие огромные суммы». Насколько я понял, твоя позиция заключается в том, что «Да». Но ты здесь связываешься с обесценивающейся фиатной валютой, которую ты мог поместить куда-то ищу. Например, покупая больше биткоина, держа его более долгое время. Да, но твоя реальная прибыль, анализируя то, что ты сейчас сказал... В общем, в настоящий момент деньги зарабатывают большие суммы. Предлагаю сейчас 5,25 или 5,5%. При этом они не дают реальные деньги реальному бизнесу прямо сейчас. Поэтому настоящая динаминированная стоимость этих облигаций абсолютно изничтожается, погружая ваш баланс под воду, который они функционально растворяют. То есть на самом деле эти мания не стимулирует экономику. Поэтому сейчас, скажем, 3 триллиона баланса банков, имеющихся на балансах ФРС... Скажем, если я президент банка, то я не играю роль Джека Ити все нахуй. Я лишь складываю ручки, не выдаю настоящие деньги и лишь собираю платежи. Также это из-за того, что у них есть лучшие доходы из-за имеющегося правила ведения бухгалтерского учета, из-за которых им не нужно переоценить облигации по рынку. Так что даже в случае, если ты думаешь, что они теряют деньги из-за обесценивания по рынку их капитала, они берут и учитывают лишь себестоимость, создавая на этом кэшфлоу, что вынуждает их выглядеть намного лучше, чем они на самом деле. Верно. Но это не является устойчивой деятельностью экономики. То есть, на мой взгляд, все это лажа. Часть правительства в США любят Тезер, а часть ненавидят. Они его ненавидят, потому что они не любят полностью обеспеченную систему, использующую процентные ставки в преимущество. Они бы хотели представить вам эти процентные ставки для игр в бухгалтерию. Так что Джимми Даймон играет в эти игры. Но это бизнес-параша, потому что ты не получаешь ту степень роста, которую правительство получает от тебя, когда ты выдаешь им свой капитал взаймы. Они не платят тебе полную степень роста экономики в 10%. Они платят тебе 5%. Поэтому я думаю, что лучше я помещу свой капитал туда, откуда я могу получить реальный рост капитала. Например, в биткоин. Зачем я дам тебе деньги в долг, когда ты мне возвращаешь половину? Тебе нужно тратить только на те вещи, которые ты можешь себе позволить, используя только лишь мои налоги и обесценивание валюты. Поэтому ты преследуешь цель обесценивания валюты, выбивание из меня всего дерьма налогами, да еще не выплачивай мне всю сумму, когда я тебе даю в долг? Да пошел-ка ты нахуй! И это все ложится на ту проблему, которая образуется в этой индустрии. Когда, например, эти ребята, скажем, трейдеры, они желают владельность, им нравится жизнь. Это естественная энтропия вселенной. А цитробанки пытаются контролировать это, подавливать это. А здесь только появляется полностью независимый рынок, который излучает эту жизнь. Ты ее чувствуешь, будучи участником индустрии. Так что да, я думаю, вот почему банки и Уолл-Стрит хотят оказаться внутри бизнеса. Как, например, скажем, Страйк, он в бизнесе, финансовых услуг. И причина того, почему ты его хочешь, да потому что он является прямым отражением всех тех проблем, образующихся на другой стороне. Эффект от того, что правительство занимает так много нашего будущего, не желая выплачивать. И для меня обладание биткоином означает, что... Не знаю, ребят, как вы собираетесь это решать, но не моими силами и временем. И это очень популярное заявление. Ты это можешь сделать своим телефоном, просто взявшись и скачав приложение Страйк. Ну то есть, кто бы это ни сделал. Я согласен. Я только не согласен, что биткоин достигнет миллиона в этом цикле. Что ж, четверть миллиона, миллион. С одной стороны, да, это большая дельта. Вот почему мне смешно. Да. Но дело в том, что люди, ну скажем, как ты предогадаешь цену? Взяв кусочек бумажки, который обесценивается так агрессивно. Так что... Слушай, ну даже говорить, если про 250. Например, не учитывать события, о которых мы сейчас не можем знать. Я думаю, что одна из вещей, к которой хочу вернуться... Я могу ошибаться. Но, скажем, я на это смотрю и вижу, скажем, два компонента. Например, цена пойдет вверх. Да, очевидно. Меня это вдушевляет, хоть пока этого и не произошло. Но, скажем, первое. У нас есть новый тип держателей. Пять лет назад я, ты, да все остальные, мы все идиоты. Покупали биткоин и его держали. Буквально нельзя было сделать ничего, чтобы убедить общество. Уолл-стрит сейчас покупает ETF. Они покупают ETF и даже реальный биткоин. Если они на это относят 1% своих портфелей и он удваивается, продавая половину для ребаланса, то есть для того, чтобы удерживать на одном уровне прибыли, скажем, делать 2-3 корректировки. Так что, по мере того, как цена будет расти, опять же, она меняется, мы не знаем, насколько она подвергнется давлению продавца. Появляется новое давление продавца, которого раньше не было. Ведь биткоин никогда не подвергался ребалансировке. Так что, про сейс и скажет, такая странная динамика, когда, по мере добавления новых людей, которые, по сути, назову их нежным словом, нерды, имеющих в сети теории портфелей, это ребалансировка, все вот это вот такое, но они все не хардкорные держатели биткоина, которые покупают и удержат его, создавая этот неликвидный рынок, где каждый дополнительный доллар вызывает движение вверх. Я попросту думаю, что все это слишком все усложнено. Скажу просто, называя четверть миллиона миллион, я буквально имею в виду то, что биткоин недооценен. Поэтому даже если кто-то, являющийся держателем ETF, отменит закупку, ребалансируя свой портфель, я все еще думаю, что биткоин недооценен. И поэтому я думаю, что это встретится со спросом рынка, когда рыночный спрос скажет, «Хей, спасибо за вашу движуху ETF, я лишь беру физический ETF и храню дома на холодном кошельке». Так что, почему ты думаешь, что он недооценен? Как ты думаешь, где его находится, настоящая цена? Опять же, в сравнивании с обесценивающей валютой, это то, что нас ждет. То есть, впереди даже дальше обесценивание. Верно? Да. Так что, я не думаю, что цена биткоина является отражением приближающегося обесценивания, а это также зависит от того, как некоторые менеджеры, управляющие капиталом, планируют проводить ребалансировку. Это примерно то же самое, как, скажем, если бы управляющий активами делал ребалансировку в Ламборджине, которая вдруг оценивает 50 тысяч, стоящую 200 тысяч. Не говорю, что она столько стоит, просто люди за это столько платят. Так что, не думаю, что люди будут рады платить 250 тысяч за биткоин, основываясь на той массивной, которой я думаю... В общем, есть массивная дыра, а также убытки, которые нужно будет признать. И эти потери придут к нам, обесценивая валюту, вызывающую рост цены активов. И какой самый лучший актив, показывающий самые лучшие результаты за всю историю человечества. Так что, да, я думаю, это довольно точная оценка цены, которая в итоге не зависит от какого-то парня на Уолл-стрит, думающий на это с точки зрения своего портфеля и убытков при его продаже. Окей, давай пойдем дальше и поговорим о том, что ты понимаешь лучше всего с точки зрения мера трейдинга. Что происходит, если ты ETF шортуешь? Например, люди заходят, и такие, при запуске деривативов люди начинают шортить. Исторически это вызывает дампинг волатильности, ведь люди в этом случае могут двигаться в обоих направлениях. И мы даже не знаем, будут ли они одобрены. Поверяются ли они через следующие полгода или вообще когда-либо. Просто мы допускаем, что в какой-то момент мы с тобой увидим эти решения. По крайней мере, люди сейчас создают заявки на лонговый 2Х с плечом биткоин. Я уверен, что люди придут с этими идеями. Все это повлияет на изменение и динамику цены? Нет. Я думаю, что чем больше финансовых продуктов, тем лучше, потому что то, что мы на самом деле хотим, это истинное нахождение цены. Та проблема, та идея, что деривативы могут негативно повлиять на биткоин, манипулируя спот. Это все произрастающие демоны из того, как люди воспринимают золото. Золото является натурально централизованным. Например, держатели золота не имеют дома у себя холодного кошелька, на котором находится физическое золото. Они не могут взять физический инструмент, такой как золото, и разместить его у себя в голове. Например, как ключи биткоина. Так что сейчас физический биткоин на биржах находится на историческом минимуме, но предложение растет каждый божий день. Так что это все означает, что чем больше биткоин удерживается на руках физических лиц, что здесь является логичным выводом. Поэтому падение биткоина жертвой концентрирования и манипулирования деривативами, на мой взгляд, является ложью. На самом деле, предпосылки этого от запуска Сатоши движения снизу вверх. Сатоши не пришел в Goldman Sachs и не сказал, «Я бы хотел запустить это публично, и чтобы вы, ребята, обладали 25% этого». Он лишь запустил почтовую рассылку и в освоясь и ушел. И вот именно по этой причине, я думаю, что это близко к невозможному для кого-либо завладеть высокой концентрацией этого актива, на мой взгляд. Ну, то есть, даже, например, Майкл Сейлор, вступивший на путь войны, едва лишь обладает одним процентом. Думаешь, что это накопит 45-50% биткоина? Нет. Так что... Думаешь, это проблема, обладать одним процентом? Нет. Ну, то есть, например, если бы это был эфир с технологией Proof of Stake, но здесь же нет. Его физическое обладание биткоином не имеет никакого влияния на правила консенсуса, правила протокола, денежно-кредитной политики, в этом вся соль. Сейлор, Трамп, я... Мы имеем одинаковое влияние на биткоин, запустив собственную ноду. И совсем нет никакого влияния, если я решаю ее поменять, но это учимляет, если я решаю проверять транзакции и быть частью этой суверенности. Так что я считаю, что деривативы лишь улучшают и ускоряют процесс поиска цены, а то, что мы хотим, это точное открытие цены. Высокое ликвидное рынок, что является таким же свободным и глобальным, как биткоин. Так что это круто. Нам, наоборот, следует еще больше иметь еще больше иметь рыночных и надежных опций для биткоина. Это все настолько глобально, и не бери пример шартов золота, переводя их на биткоин. Биткоин не имеет такую концентрацию, которую имеет золото. Это проблема с бестолковым золотом, не являющимся ликвидным товаром. На мой взгляд, оно не является конкурентом. А мне нравится хохма с золотом, когда оно растет на 5%, а не зарабатывает типа 25 баксов, и, понимаешь, дело в том, что есть причина того, что аналогичные вещи в теории могут быть манипулированы рынком деривативов. Например, сети крупной биржи, такие как CME, когда шартят золото, не имея его физически. Это как раз именно те вещи, которые в достаточной степени сконцентрированы правительством США в создании фиата. Если бы золото было настолько хорошим, я бы не связывался с сегодняшней долларовой системой, так что часть моего детства пошла по пи***е, подвергаясь обесцениванию постоянными войнами, ведущими Америкой. А золота было недостаточно, чтобы решить проблемы мировой денежной системы. Так что, пожалуйста, избавьте меня от нравоучения истории по золоту, ведь есть причины, что Сатоша сделал лучшее. Так что, на мой взгляд, я не считаю, что это вообще является проблемой. И думаю, что факт того, что Ларри Финг стал биткоинером, и даже Джимми Даймон, хочет ли он это признать или нет, что он биткоинер, в соответствии с его прибылями и темпами роста, а также активности по отчетам, это является очень хорошими событиями для биткоина. Вот почему все эти события я сердечно приветствую для биткоина. И тефть по эфиру хороши для биткоина? Конечно, я думаю, что это гораздо более весело, нежели просто хорошо. Я думаю, это так весело, что... Ну, то есть, я имею в виду... Давай поговорим о маховике теории игр, где быстро обесценивающаяся валюта вызывает инфляцию. Вернемся к коронадампу 2020-го. У нас обесценивающаяся валюта, процентная ставка ноль. Это все вызывает инфляцию, которая вызывает необходимость поднимать быстро ставку, до скоростей, которые ранее мы никогда не видели. Это вызывает падение рынка облигаций, это вызывает банкротство банков, что, в свою очередь, вызывает то, что Уолл-Стрит, такие, а где мы найдем какую-то движуху, где мы найдем какую-то жизнь? Также сюда добавляем страх и неопределенность о будущем, что вызывает одобрение биткоина ETF, которое становится самым удачным финансовым продуктом за все время, что вынуждает их сказать... Знаете что? Генслер, больше ты за это не отвечаешь. Я решаю. Сколько из этого общего количества дерьма мы одобрим в виде ETF? И мы одобряем их все. И тут вдруг внезапно мы видим, как Джимми Даймонд превращается из биткоин-скептика в чирлидера, а обе политические партии начинают поддерживать биткоин. Уолл-Стрит начинает поддерживать биткоин. Глубоко скрытый в Джимми Даймоне застранец Даймонд, он поддерживает биткоин. Это то, что так характеризует черту людей, на мой взгляд, и согласуется с теорией игр. Свободный рынок — это честность, это целостность, и то, что в конце концов в какой-то момент ты можешь взять и начать пытаться бороться с натуральной естественностью поведения человека. Но все-таки мы все в одном месте. Мы опираемся на настоящие деньги, на целостность, этику, моральность, глобальную любовь, свободу. Все эти вещи представляет биткоин. Ты даже можешь пройти свой маленький, короткий, смертельный путь, но все же иди к папочке. Так что, на мой взгляд, мне кажется, все это очень забавным. Я не думаю, что это хорошо или плохо. Мой бизнес все это отвлекает, но мне посрать. Но все же это все очень смешно. Итак, люди меня постоянно спрашивают, являюсь ли я биткоин-максималистом. Я им всегда говорю, что я являюсь биткоин-максималистом в той части, что денежные активы заканчивают максимализмом. Верно? Так что, живя в США, ты долларовой максималист. Тебе платят долларами, ты накапливаешь доллары, покупаешь активы в долларах, платишь налоги долларами и так далее. Но ты не максималист с точки зрения акций Гугла, Фейсбука, нефти, недвижимости, да всего этого. В крипто же, я думаю, что есть много людей, которые сами себя называют биткоин-максималистами. Это не только потому, что я думаю, что биткоин является лучшими деньгами и выиграет у всех остальных. Это значит, что в конце концов все остальное пропадет. с, похоже, приближающимся одобрением ETF-эфира, которое произойдет со дня на день. Складывается ощущение, что эта выборка биткоин-максималистов будет иметь некоторые сложности, говоря, что все остальное уйдет в ноль, все остальное является ценными бумагами и так далее. Но я думаю, что сейчас у нас пока недостаточно информации для того, чтобы говорить, что на самом деле произойдет, но последнюю неделю, похоже, игра меняется. Как ты думаешь, что из себя сегодня представляет биткоин-максимализм? Изменяется ли он с позиции того, что биткоин победит всех, а все остальное, как ты сказал, является лишь отвлечением от дел? Но при этом не обязательно занятие позиции сохранить ли все остальное стоимость или нет в будущем. Что ты скажешь? Смотри, серьезный вопрос. Так что, позволь мне отвлечься и сначала сказать, что такое деньги. Деньги — это рыночный товар в экономике, который ты покупаешь для того, чтобы не потреблять. Покупаешь это для того, чтобы обменять в будущем или накопить. То есть, например, я беру свое время и энергию, я стригу газон, веду, например, подкаст, управляю компанией, делу бургеры. Я беру это время и энергию и обмениваю на деньги. Далее я их либо сохраняю или обмениваю позднее. Этот рыночный товар в экономике очень сильно отличается, например, от чизбюргера, потому что я его не покупаю, чтобы потом сохранить или на что-то обменять. Я его покупаю, чтобы потребить. Деньги привлекают другие деньги, а естественные рынки хотят одни деньги. Мы не хотим, чтобы наше время и энергия было оценено в различных товарах и услугах. Смысл денег в том, чтобы мы все понимали, как можно оценить наше коллективное время и энергию, а также товары и услуги, которые у нас есть в экономике. Так что я думаю, что биткоин-максималисты верят, что биткоин — это лучшие деньги, это лучший инструмент и технология для решения конкретно этой проблемы. Но тогда, что такое эфир? Что такое салана? Что такое доги-коин? И здесь я готов спорить, что это технологии. Эфир это продемонстрировал очевиднейшим образом со взломом Дау. Разработчики эфира подверглись взлому, при этом они могли сказать, что денежная политика есть денежная политика. Код — это закон, и все дерьмо, что они говорили ранее, они не сделали. Они это поменяли. Зачем? Они преследовали интересы разработчиков, роста, децентрализованного компьютера целого мира. Так что технология — это рыночный товар в экономике, который ты потребляешь. Когда я использую Facebook, я его потребляю. Я не использую его в виде денег. Недвижимость, все что угодно. Картины. Я потребляю картины, размещая их у себя на стене. Так что я просто не вижу прямого конкурента вообще. Так что я думаю, то, что говорят биткоин-максималисты, это биткоин-деньги. Это лучшие деньги. И мы считаем, что деньги должны быть единственные. Все же остальное — это не деньги. Теперь, если у меня проблемы с технологиями, ценными бумагами — нет. Я же основатель страйка. У меня полно дорогущих ценных бумаг. И мы создаем технологии, так что, конечно же, я не против всего этого. Но то, против чего я, и то, что меня беспокоит, это намеренное смешивание. Эфир был изобретен, чтобы стать более лучшим биткоином. Он во многом заимствует код биткоина. Он во многом переплетается с историей биткоина. Мы слышим, что это более быстрый биткоин, более прогрессивный и даже более легкий лайткоин. Я думаю, что даже с точки зрения самой повестки это проигрышная стратегия для эфира. Ведь она довольно запутана, и этим расстраивает биткоинеров. Но не так много есть продуктов, которые не являются первопроходцами, не имеющих техническое превосходство, которые бы обходили первопроходцев или имеющих техническое превосходство. Это можно представить так. Взяв Uber и Lyft. Так. Lyft, несмотря на все свои огромные старания, не сможет обогнать Uber. Верно? За исключением лишь нескольких внешних мероприятий. Верно? Так что если бы, например, я был ответственный за маркетинг эфира, я думаю, ссылки биткоина являются гарантиями проигрыша. Но это то, что я думаю... То, что я не думаю, что они об этом думают. Я думаю, что они в какой-то степени связывают себя с биткоином. Надежные деньги, все такое, это стратегия победы. Да, слушай, но я это называю арбитражем по тренду. Так что арбитражная сделка, камера увидит это, это газированная вода спиндрифт. Вот арбитражная сделка. В левой руке у меня один доллар, а в моей правой руке десять долларов. Я могу купить левой рукой на свой бакс и продать правой за десять, получив в итоге девять. Это не бизнес, это не движение, это не инновации, это просто сделка. И понимая эти вещи под термином арбитраж по тренду, где тренд? У нас есть независимая финансовая система, которая является отражением тех проблем, которые у нас есть в текущей финансовой системе. Это новое движение, это свобода, это глобализация. А я нахожу менее легальный бухгалтерский учетный способ быть как бы центробанком и надзирателем этого движения. На самом деле, я монетизирую факт того, что многие люди, пытающие покинуть финансовую систему, хотят чего-то более справедливого и нового. Не до конца понимающий, какого хуй происходит, в чем разница между биткоином и фиром. Но он обеспечивает доступ к свободному рынку, при этом у него есть учредитель, принимающий бизнес-решения, например, такие, как переход от Proof of Work к Proof of Stake. Зачем он образовал Hard Fork, откатив транзакции, произошедшие во время взлома DAO? Поэтому, я думаю, то, что имеет учредителя, имеющих направляющего, имеющих дорожную карту, осуществляющие навязанные политикой решения, да никаких проблем, но это больше похоже на компанию, это больше похоже на страйк, а не на биткоин. Но я думаю, что они хотят больше походить на товар и на более свободный рынок, потому что у них получается что? Когда растет биткоин, растет эфир. Верно? Это целая корзина индексов с этими независимыми финансовыми системами. В этом и заключается реальная проблема. Да и вообще, честно говоря, мне поебать на все эти щиткоины. Они ведь не... Они... Есть что есть. Я за более свободный рынок, не защищаю здесь Генслера и то, что он делает. Но в этом и заключается проблема, и я уже думаю, что я выступаю в роли максималиста. И дело все в том, что есть что-то одно, что выполняет феноменально свою работу в качестве денег, в которой сосредоточена одна из самых важных технологий всего человечества. Ну, то есть, без денег мы бы обменивались товаром. Например, ты бы сказал, придя в ресторан, ребят, я записал сегодня подкаст, хочу взять два стейка. Они такие, да в рот поебали тебя вместе с твоим подкастом. Но не похуй на деньги, которые ты получишь за подкаст. Так что это нам, людям позволяет гиперспециализироваться и быть превосходными в некоторых маленьких вещах, взращивая экономику 9 миллиардов. И деньги здесь важны, так что я думаю, мы здесь подходим к самому лучшему, который должен нам помочь открыть самую восхитительную главу человеческой истории. А потом у нас появляется некто, кое-что создавший у себя в подвале, и намеренно выдающий это за нечто общественное, чтобы воспользоваться важной возможностью для нашего вида. И вот здесь возникает такое, чё? Если, ребят, вы создаете технологии и печатаете деньги и товары, то я это нахожу невероятно неэтичным, разворачиваясь и уходя. И вот какие проблемы у меня возникают с этими вещами. И скажу здесь последнее. Тем, кто утверждает, что если бы это ничего не стоило, тогда, если бы там не было никакой ценности, то цена бы была в ноль. Но факт, что эфир ценен... Я не думаю, что это обязательно должно стоить ноль. Я думаю, что лучшим аргументом для биткоина с комьюнити может быть такой. Биткоин к эфиру как бы пора падает. Так что это типа как в меньшей степени о агрегированной сумме доллара, а в большей степени о тренде. И как бы, честно говоря, я вообще не особо смотрю по бычьи на эфир. Да, не вопрос. Но я бы поспорил, что реальное применение обоих этих технологий, этих приложений... В общем, это легче видно, что люди это используют, нежели то, как мы думаем, это не должно использоваться. Плюс здесь еще появляются такие вещи, как стейблкоин, да? Так что на самом деле вывод, который я могу сделать, это будут ли еще способы применения крипто более значимые, чем как применение золота, как применение биткоина. Если мы здесь посмотрим на традиционные рынки, Facebook, Google, Amazon, все эти ребята гораздо больше рынка золота. Обещание цифрового золота, гораздо более доступного глобально, и все с этим связанные компоненты, так? Так что если откинуть все это дерьмо, все эти споры и аргументы друг к другу, можно сказать, ладно, сегодня биткоин, это, ну не знаю, триллион с половиной, плюс-минус, есть крипто 2,6, 2,7 триллиона, то есть доминация биткоина больше 50 процентов. И через 10 лет, не потому, что они запускают 10 тысяч монет ежедневно, верно? А сможет ли биткоин расти в достаточной степени, обгоняя все остальное, или же биткоин продолжит расти, может быть, в будущем даже достигнет 100 триллионов. Но все остальные вещи, лишь по своей природе, того, что делают, становясь крупнее в общей капитализации рынка. Да, в общем, у меня здесь есть два ответа. Первый в том, что золото это ущербные деньги. Это деньги, недостаточно хорошие для того, чтобы быть деньгами. Потому что у нас есть доллары, фунты, так что если бы золото было хорошими деньгами, оно бы осталось деньгами. Поэтому они не работающие, ущербные, не такие уж и замечательные деньги, капитализация которых сейчас сколько? 12 триллионов, плюс-минус. Но если ты хочешь сравнить биткоин с деньгами, то какова общая капитализация рынка? Рынки валют, рынки, имеющие оценку в понятии кэшфлоу, недвижимость, золото, драгоценные металлы, все это вместе сотни триллионов долларов. И вот к чему биткоин держит свой путь. Сравнивая с неработающими деньгами, которые не хороши для того, чтобы быть деньгами, того, кто метит в короли денег, я думаю, что это плохое сравнение. Так что я думаю, что у биткоина есть самая большая целевая аудитория и самые большие возможности на своем долгом пути. Но проблема в том, что, говоря о таких вещах, как, например, эфир или фейсбук, в том, что, например, фейсбук оценивается на своем кэшфлоу, на основании своих активов, а эфир оценивается на основании тех вещей, что должны быть товаром, но меняясь каждый раз. Как ты сможешь это взять и оценить, верно? Так что, если я, например, вот на что я сейчас смотрю? Да, вот здесь я с ребятами, поддерживающими эфир, не согласен. Недавно с некоторыми из них говорил, они такие, о, у нас есть кэшфлоу, мы это сможем все смоделировать, у нас появится стейкинг, здесь у нас комиссия на транзакции, да все что угодно. И я думаю, что это же делает и ребята с Уолл-стрит. По крайней мере, я бы так сделал. В попытке оценить, в некоторой степени это и есть кэшфлоу. Но я думаю, что каким-то непонятным образом все эти активы, это как пытаться всунуть квадрат в круглую дырку. И вот Уолл-стрит смотрит на все эти активы и такой, ладно, они вот сейчас переоценены или недооценены. И я всегда говорю людям насчет биткоина в виде примера, комиссии за транзакции это прекрасный способ посмотреть на это. Но каков кэшфлоу внутри системы, если остановиться на биткоине и посмотреть на все, что делают майнеры? Это и будет выручкой, и она будет впечатлительна. Да, верно, я согласен, но в какой-то степени. Я думаю, что биткоин не является технологией в том понятии, для кэшфлоу. Ведь каждый может быть связан с биткоином, держать его у себя в подвале. И это идеальное использование денег. Ты не должен тратить свои деньги, ты можешь их сохранить. Так что ходлить биткоин это ок. Сохрани свой биткоин. Да. Можно и сохранить фиат? Конечно нет. Но если эфир является технологией, а биткоин деньгами, а тебе нужна распределенная технология, то зачем тогда нужна действующий денежный инструмент в этой системе прежде всего? Верно? Если это не деньги. То есть мой посыл в том, что если нам нужна распределенная... Не знаю, какое у тебя любимое использование DeFi? Пиздец, бред. Распределенная медицина. Что ж, без проблем, каждый у себя дома запускает медицинскую ноду и использует биткоин как деньги, чтобы общаться в распределенной сети. Верно? Зачем мне надо... Проблема в том, что щиткоины в том, что каждый раз они говорят «Я изменил мир». Я создал новую технологию, которая развивает человечество. Я такой «Вау! Что сначала? Купи мой щиткоин». Я такой «Тихо, стоп». Как только ты создаешь свои собственные деньги... Ведь что Сатоши сделал? Сделал это, отдал и ушел. Хочешь стать биткоином? Изобрите это, отдай и уйди. А хочешь быть щиткоином? Изобрите, продай. Копи и продолжай менять правила так, чтобы было выгодно тебе. Ясно. Так что, это самая большая проблема. Давай сделаем шаг назад. Если бы Эфир сказал, знаете, что у нас больше не будет официального токена Эфир. У нас будет лишь вся эта инфраструктура DeFi, но цифровыми деньгами будет биткоин. То есть мы будем использовать наши настоящие деньги, что у нас есть. То я бы сказал, окей, теперь у нас есть технология в виде собачьего дерьма, а я бы использовал Амазон сервис. Нет, я серьезно, не хочу никого рассмешить. Подумайте сами. Веб-сервисы Амазон быстрее, дешевле, и во всем они лучше. И вот где мы с тобой переходим к арбитражу тренда, где они смогли разместить себя в менее юридически законном способе печатать свои собственные деньги. Это типа, как я изменил мир. О, серьезно, чел? Минуту. Давай-ка здесь остановимся и пойдем даже дальше. Я думаю, то, что мы с тобой сейчас видим, это игра кота и мыши между регуляторами и людьми, которые делают все эти блокчейны, монеты и так далее. Одно из того, что я видел, делали люди в последнее время, это создавали обычно даже не технологии, а, например, монету. Типа, делали честный запуск, что значит, что у них ее больше нет. Выбрасывали их, чтобы все могли их купить. Очевидно, что покупали что-то сами. Но покупали на свободном рынке по цене, какой бы ни была. А затем... В итоге они оказались мемкоинами. Они не создают ни технологии и не создают вообще ничего. Ты можешь утверждать, что это эквивалент спортивных игр или любого другого бреда. Но этот механизм... Оу, на то, что ты сейчас сделал, также посмотрели регуляторы. И они такие, минуточку, если ты создал монету, что ты оставил себе, затем из-за какого-то дерьма, что ты делал, цена выросла вверх, то все похоже на ценную бумагу. Верно? И у них появляются вопросы. Так что в кавычках предприниматели... Говорю в кавычках, потому что ты только что запустил мемкоин. Но в линктыне ты уже пишешь про себя предприниматель. И когда они их запускают... В конечном итоге они пытаются соответствовать этому регулированию. Но при этом они изменяют механизмы. Так что какова... Я думаю, критика этой части индустрии, когда речь идет не только лишь о том, чтобы я пытаюсь сделать себя богатым, а в большей степени то, что я создаю эту игру, на которую любой в здравом уме смотрит, и понимает, что это долгосрочно неустойчивая игра. Да, ну то есть критика всего этого по-прежнему остается тем, что это крайне неэтично. В общем, дай подумаю. Аналоги, что приходят мне на ум, это как фентанил. Это как то, что люди могут делать то, что хотят, но если ты добавляешь в чью-то наркоту что-то, что может его убить, то я считаю это крайне неэтичным и нечестным. Верно. Ну то есть люди могут делать то, что захотят, если мы находимся в таком состоянии, когда обесценивание валюты вынуждает быть спекулянтом каждого, когда каждый буквально испытывает голод, возможности заработать состояние и достичь образа жизни, которого они так желают, что они покупают такое дерьмо, как акции GameStop и DoggyCoin, то это печально. И я пришел к тому, что у нас есть такое, как биткоин, но ты логинишься на биржу Robinhood, а он весь заполнен фентанилом. Вот как я вижу всю эту ситуацию. И вопрос заключается в том, что если бы фентанил был настолько смертелен, его бы никто не покупал. Свободный рынок, верно? Но люди добавляют в настоящее лекарство юбаный фентанил и убивают людей. Ясно. Так что, на мой взгляд, я понял, что это крайне неэтично, когда кто-то понимает, что он не может накопить в долларах, он понимает, что есть независимая финансовая система, они заходят в приложение, которое им обещает эту услугу, в итоге получают то, что содержит примеси того, что может их убить. Итак, как долго должно сохраняться превосходство уэшиткоинов над биткоином, чтобы ты поменял свое мнение? И я приведу здесь прямой пример. Когда Майкростратежи сообщила о том, что биткоин теперь это их стратегия, то с этого же дня и по сегодняшней биткоин обгонял эфир. Так что одним из аргументов, неоспоримая и объективно, Майкростратежи прекрасно поработала, создавая акционерную стоимость. Но если мы вернемся назад и посмотрим с исторической точки зрения, они бы получили на миллиарды долларов больше. Может быть, на 100 миллиардов долларов точную цифру сказать не могу на своем балансе, если бы они купили эфир вместо биткоина. Теперь, спустя 5 или 10 лет, если бы эфир стоил 0, то очевидно было бы, чтобы это была плохая стратегия. Поэтому я всегда возвращаюсь назад и такой, думаю, что причина того, почему комьюнити биткоина держат биткоин и не торгуют им, делая 75% неликвидными. Из-за того, что есть огромное убеждение того, что он будет еще 20, 50 лет, 100 лет. Верно? Но с другой стороны, я думаю, что у людей нет такой сильной уверенности в 10, 15, 25 годах. Но появляется очень интересная динамика того, что например, если ты принимаешь решение на 5 лет, в сравнении с 50-летним решением, то ты на самом деле можешь покупать разные активы. И я думаю, уникальность Майкла Сейлора в том, что он на самом деле размышляет таймфреймом в 50 лет. Верно? Я не уверен, что в среднем генеральный директор публичной компании думает 15-летним горизонтом. Или, скажем, 90-дневным таймфреймом. Конечно, абсолютно. Я думаю, что такие люди, как Майкл Сейлор, это очень уникальная ситуация. Но опять же, я думаю, что знаешь, мы с тобой усложняем эту простую игру музыкальных студиев, которая на самом деле такая простая. Если у меня есть один пользователь моей платформы, и я вырастаю до двух пользователей, то это 100-процентный прирост год к году. Но если Фейсбук растет с 4 миллиардов пользователей до 4,5 миллиардов долларов, то по росту я обгоняю Фейсбук. Поэтому в соответствии с твоей логикой, типа, моя компания даже круче, чем Фейсбук. Ведь речь здесь как бы идет о игре больших и малых цифр. Да, но Сейлор ведь мог взять и... Но опять же, я не защищаю то, что ему следовало бы сделать. Я просто лишь говорю то, что если бы он вложил, скажем, первые 5 миллионов долларов в эфир, он бы мог это сделать. Ведь речь же не идет про продукт, скажем, с капитализацией в 5 долларов. Да, но я думаю, что ты экстраполируешь вещи, которые, на мой взгляд, небезопасно экстраполировать. Его акционеры в большой степени уверены в этой стратегии, которая идет из уверенности в биткоине. Никто на самом деле не верит. Нет, сейчас, конечно, люди верят Майкл Сейлору. Кстати, он также и мой хороший друг. Так что я здесь утверждаю, что он присоединился к сети, имеющей большое доверие, сохранявшей это доверие десятилетиями. Да, он усилил и использовал то, что люди доверяют биткоину. Вот почему, возвращаясь к тому, что я говорю, биткоин единственный в рынке. Короче, вот как я думаю, я передам свой биткоин моим внукам. Да. То есть, никакая цена не заставит меня его продать. Верно. А еще имеет место вера в то, что он никуда не денется и за 50-100 лет. Так что я не думаю, что есть хоть один какой-то актив на рынке, в который люди верят, что он останется через 50-100 лет. Абсолютно. Это лишь для людей... Это уникальная присущая людям мысль в долгосроке. Ведь мы живем в краткосрочном оптимизированном мире. Поэтому это кажущаяся легкость для людей покупать все эти другие активы в попытках обогнать его в краткосрочной перспективе. Честно говоря, смотри, некоторые из них очень крутые трейдеры, и они могут обгонять. Так? Очевидно, что средний человек не очень хороший трейдер. Он не сможет обогнать. Так что как ты начинаешь думать о том, куда будет направлен поток капитала в этой индустрии, если, скажем, топ-10 монет станут ETF? То есть эти ребята начнут отжирать поток капитала в биткоин? Из-за того, что люди начнут думать, о, я думаю, что эфир покажет более хорошие результаты Солана, может быть, станет лучше за 6 или, скажем, 12 месяцев. Я думаю, что все это закончится... Знаешь, я не смотрю и не мыслю такими короткими периодами времени. Я думаю, что все дороги в конечном итоге ведут к биткоину. Меня не парит, скажем, поток капитала в следующий квартал, что там будет с биткоином или с рынком доллара. Меня это попросту не волнует. Но я задаюсь вопросом, например, если бы я был менеджером по активам, размещающим 100 миллионов долларов от лица моих клиентов, то, может быть, я это разместил в ETF Солана. Ведь, с другой стороны, говоря о сейлере, если бы он пошел по стратегии с эфиром, то сколько бы уверенности в имеющихся акционерах и будущих акционерах было бы создано в этом бизнесе? Ведь, на мой взгляд, эфир — это стартап. Он совсем не ясен, поменяет ли он в дальнейшем снова стратегию. Что о нем думают регуляторы? Что, если Виталий Каса бьет автобус? Ведь это и есть реальный риск, которого нету, например, у биткоина. Ведь это технология в сравнении с биткоином, что есть деньги. Поэтому сколько... В общем, я смотрю на это как все то, что разгоняется обесцениванием фиатной валюты. Этот микрофон станет дороже в следующем году. Мой дом подорожает в следующем году. Эта кепка подорожает в следующем году. Поэтому и биткоин, и все остальное, и все это не так сильно меня впечатляет. По сравнению с притоком капитала, ведь все следят за притоком капитала. Ведь как только открывается доступ к фиатной валюте, все видят этот капитал, что является определением инфляции. Так что все будет поддержано инфляции. Я лишь не отдаю должного внимания этой истории в ближайшем будущем. И опять же, я могу создать прямо сейчас доллары Джека. И как я говорил, например, дам тебе миллион их за один доллар. Затем напечатаю их 10 миллиардов. Я бы это сделал, я тебя поддержу. Да, создам жадной, огромной капитализации рынок. Рост за последние 24 часа будет невероятным. А мы с тобой будем сидеть на подкасте и говорить, а что по поводу этого сделать биткоин? Что-то он сегодня не обгоняет доллар Джека. Да нахуй этот доллар Джека? О чем мы вообще здесь говорим? На самом деле сравнивая это с нормальным продуктом. Да, но я думаю, что здесь как раз является то, что мы не можем согласиться с жесткими хардкор биткоинерами. 50 или даже больше, чем 50% всех биткоинеров пришли в рынок после 2020. То есть, если мы посмотрим с тобой на это сегодня... Да, конечно, в любую растущую сеть. Да, если посмотреть на сложный процент роста, в итоге 50% биткоинеров в будущем придут после сегодняшнего дня. То есть, смысл в чем? Пользователи приходят все больше, и цифры становятся все больше. Для тебя и меня, или любого другого, кто купил биткоин до 2020-го, даже если ты продолжаешь усредняться в долларах, неважно, он будет уже сильно в плюсе. Так? Поэтому низкий уровень себестоимости, сильно растущий, делает гораздо более легким для этой когорты людей, вошедших с 2009-го до 2020-го, переваривать ситуацию, когда... О, 100% в роста биткоин упал вниз на 30 или 40. Да п*** вообще. Он уже так сильно вырос, что в итоге дает гораздо более большой процент роста, так что пофигу. Но если ты среднестатистический американец, вошедший, например, в прошлом году, то индекс NASDAQ QQQ вырос на 50%. Он это делает не каждый год, но сейчас, вдруг внезапно, если ты посмотришь на это, биткоин дал 30%, а есть другой актив, который дал 50%. В итоге все это изменяет распределение капитала. Я думаю, часть того, что, на мой взгляд, также является очень важным, заключается в том, что биткоинер, похоже, единственное, кто поддерживает себя в этой ставке, в этой двоичной, скажем, биткоинизации. Ведь, на мой взгляд, проходя через разные циклы, мы видим дампинг этой волатильности. Мы видели значительный рост цены, проценты которой сокращаются. И таким образом, если это продолжится, то в какой-то момент, типа, лучшим мем в истории был, всегда цифры растут. Он по-прежнему уместен, да? Ты играешь на эмоциях людей и все такое. Но если растущие цифры станут прибыли фондового рынка, и вот тебе экстремальный пример, людям это нравится, я не знаю. Может быть, на самом деле, они понимают, что речь идет не только о цифрах, а еще о биткоине, о этой децентрализации и все такое. Но, типа, сколько людей купили биткоин изначально, потому что они понимали, что цифры уйдут в космос? Так? Ведь это как бы вся эта рекламная движуха вокруг ситуации, цена растет. Люди приходят, узнают о биткоине и остаются здесь. Что ж, опять же, давай вернемся к тому вопросу, что такое деньги. Я проживаю свою жизнь, я развиваю энергию Вселенной, проводя свое время. Теперь я хочу это удержать для того, чтобы получить другие товары и сервисы, такие как еда, дом, семья. Или же я хочу взять свое время, проведенное в этом мире, и сохранить его, переместив через время, потому что, может быть, я хочу некоторые вещи позже. Так? Поэтому я думаю, что биткоинеры думают о биткоине, как о деньгах. Так что, поэтому, что ж, да, эфир в этот момент обогнал биткоин. Если мы посмотрим на график так, да, но... Сала, она обогнала эфир. Да, ладно, но этот щиткоин обогнал этот. Окей, а что о QQQ в этом году? Так что, если я продолжу стоять на руках, меня немного покачало, а у меня еще есть пиво. Что супер, может быть, вообще меня зовут Роб? Типа, что мы вообще делаем? Это как будто превращаешь себя в азартного игрока. Но я не хочу тратить мое время и энергию на азартные игры. Вот в чем вся фишка биткоина. Это удаление из идеи денег спекулятивной части. Мне не нужно ходить каждый день на работу, а затем спекулировать. Мне не нужно быть экспертом по денежно-кредитной политике японского центробанка, чтобы сохранить рост моего состояния, чтобы в итоге купить дом. Так что, я думаю, позиция биткоинеров в том, что это деньги, хорошие деньги, которые я могу спрятать в матрас, и они будут стоить дороже завтра, нежели сегодня. Потому что они надежные, они не могут обесцениться. И все наши личные вклады в развитие экономики и мира будут обеспечивать производство услуг и товаров, которые на самом деле падают в цене в сравнении с этим активом. И в этом вся фишка. То есть технология сохранения. Да, что ж, в общем, это то, о чем мы с тобой сейчас и говорим. Ведь ты сравниваешь это с прибылью за последние четыре года эфира. Это эквивалент того, что, скажем, например, да, например, баскетболист Стэв Карри настолько хорош, но что скажем о вот этом игроке Джилле? Он набрал 60 очков лишь только за эту ночь. Не-не-не, подожди. Я тут думаю, что речь немножко о другом. Я думаю, что биткоинеры не берут в расчет то, что происходит в традиционном рынке. Так что, например, я утверждаю, что S&P это такая же технология сохранения от Уолл-Стрит. Она стала технологией сохранения. Да, не воспринимаю таким образом. Да, сейчас там и появилась премия, но люди, по сути, говорят, что если доллар может быть обесценен, то в чем я могу увидеть наибольшую уверенность, которая была здесь уже 20 лет и продолжает расти с какой-то скоростью. S&P? Или что-то типа S&P, ну, неважно. 6-8%, 7-9%, неважно, какое бы ни было число. Для них, для бумеров. Это круто. Верно? Типа, зашел, забыл и не думаешь о долларах. Но что на самом деле интересно о биткоине, так это то, на какой размер прибыли рассчитывать, чтобы ее управлять, потому что мы хотим биткоин. Для меня это не желание покупать биткоин. Так и есть, это стоимость капитала, да. Это как S&P для целого поколения людей. Теперь смысл стал биткоин. Да, он также станет S&P и для бумеров. Ну, то есть, инфляция не может быть измерена лишь одной корзиной показателей. Инфляция измеряется по услугам и товарам. Так что 7 или 8% не смогут тебе заиметь собственный дом. Если, например, дом твоей мечты инфлирует 20% в год, то пока у тебя не будет индексации в 20%, или же, например, S&P не будет давать 20% годовых, то ты не будешь двигаться вперед. На самом деле, ты отстаешь. Так что, когда я смотрю на графики биткоина, скажем, он выраст на 160% год к году, и все такие, о, это огромные цифры. На мой взгляд, это совсем небольшие цифры. Потому что, во-первых, он показывает обесценивание валюты, то есть, он обгоняет реальный доллар, но также он в себе содержит всю инновацию и прогресс, который сделало человечество. Почему инфляция для золота в 2% это ок? На самом деле, чистая инфляция в 2% это дерьмо собачье. 30 лет это полжизни. С такой инфляцией за 30 лет половина моего состояния исчезнет. 75 лет продолжительность жизни среднего американца. Больше половины моего состояния исчезнет с 2% инфляции. Если это будет золото, золотой стандарт, почему это окей? Да потому что все люди в мире производят больше роста, чем 2% в год. Поэтому, если что-то растет на 160%, то взгляд, которым я смотрю на биткоин, это не только защита от обесценивания фиатной валюты, а также и возможность заполучить все эти инновации и невероятные вещи, которых создаются человеком. Так что 7% Бро, это как инновации в искусственный интеллект. 7% мне не обеспечивают никакой прибыли вообще. 160% прибыли означает то, что я живу в 2024, когда компьютеры решают невероятные проблемы. Когда я могу перелететь из Нью-Йорка в Чикаго, общаясь в полете с тобой. И это факт того, что у центробанков никогда не было еще больше проблемы. Вот что говорят мне 160%. Так что я думаю, медленно, но верно, люди в конце концов поймут. Ведь последнее, что я хочу сказать, то, что люди не глупы. Так что, когда, например, ты видишь, что другой чел получил 160%, а у тебя только 7%, ты такой, ах, черт чел, где мой год? Но подряд 15 лет люди не глупы. И если ты воспринимаешь деньги как абстракцию, связанную с деньгами и энергией, а не скажем, а, мне не заботят деньги, я являюсь альтруистом, я все равно их все раздам. Да, задумайтесь о времени энергии. Человек, который имеет лучшие деньги, получает больше времени для семьи, получает большие дома, больше пространства, получает больше возможностей. Вот что мы ценим, и мне по***ть на то, насколько ты альтруист. Это жизнь, это люди, это семьи, это связи, это любовь и надежда. Так что, если я получу больше из этого, потому что у меня есть лучший инструмент, чем твой, то радуйся со своим S&P. Я думаю, это лишь вопрос времени, перед тем, как законы капитализма и законы того, как работает логика и думают люди, заставят задуматься, что ж, возможно, мне, может быть, тоже нужно заиметь. Еще одна вещь, которую, я думаю, следует говорить, и о которой не говорят, о том, что золото на самом деле потеряло свою покупательскую способность за последние пять лет. Верно? Так что, оно растет в номинале, но имеющаяся инфляция добралась даже и до золота. Хотя биткоин, очевидно, ее обгоняет. Так что, я думаю, что это все приводит нас к тому, что будто бы уже религиозно, типа, люди называют его золотом, это более, наверное, религиозная тема. На самом деле, он невероятно ценный. Если ты, например, посмотришь на биткоин не с экономической точки зрения, цена здесь уже не играет роли. Ты его покупаешь, ты усредняешься в долларах, понимаешь, что никогда его не продашь. Это как то, что нет ничего лучше, чем настоящая, неотфильтрованная вера в актив, имеющая сверхценность. Если бы просто знаешь, что я его не соберусь продавать, ты можешь думать о самых разнообразных великолепных акциях, но очень мало людей их держат очень долго. Для этого нужна очень большая убежденность, что для них это идет на пользу. Но я также считаю, что когда люди об этом говорят, они всегда об этом говорят, потому что они впереди всех. Но то, что сейчас нам показывает Уолл-стрит, на самом деле, мы должны будем их убедить в более экономических аргументах, нежели просто «Эй, просто покупай и держи, потому что он здесь будет еще 20 лет». Потому что это язык, на котором они говорят. Верно. Так. И они вернутся снова, будто к кулеру с водой. И спрашивают, «Слушай, а ты сделал DCF?» Верно. Ну, типа, они прям вот так вот, но они так сделают. Да, опять же, здесь все крутится вокруг чистой человечности. Это невероятно. Словно каждый подходящий к кулеру с водой и высказывающий мнение об инструменте. Один парень считает, что это для использования в медицине, другое — для сохранения сбережений. Этот считает, это для трансграничных платежей. Этот видит здесь инструменты для ETF. И ты такой, «Вау, это все делает нас такими уникальными, особенными, приносящими в мир что-то свое». Это свободная, не требующая разрешения система открытого рынка, открытая сеть, в которой мы все можем принимать участие, без единого центра доверия. Это невероятно. Мой взгляд на биткоин отличается от взгляда Ларри Финка. Отлично, это прекрасно, и никто нам не может прийти и сказать, что мы не следуем каким-то правилам. Не разбавляет ли это сообщение Ларри Финка? А если... Что он там сказал, когда выступал по телевизору? Прям как маркетинг-директор по биткоину. А это же круто, Ларри Финк сказал о биткоине и о людях, которые его покупают, что биткоин будет расти, и он является стремлением к качеству. Даже не могу представить лучшего человека, сказавшего что-то о биткоине и всей этой истории. Но если он потом появится еще за второй идеей, мне всегда кажется, это с одной стороны, что если кто-то появляется и говорит такие замечательные вещи о чем-то, имея на руке прекрасные часы и говорят, что это самые лучшие часы, круто. Но если вдруг внезапно появляется еще кто-то и говорит, распахивай свой плач, смотрите, у меня еще 20 часов. Кто-то такой как бы, это тоже ли самое? Таким образом, каким образом меняется эта история? Ведь если эфир и ТФ будут одобрены, мы вынуждены будем представить, что те же самые компании, которые появились и накачивали биткоин, будут делать то же самое и со всеми остальными активами. Это уже его проблема для решения имжи, а не моя. На моей платформе я продаю только биткоин. И мой подход заключается в том, что если ты хочешь качественное взаимодействие с биткоином, поддержку клиентов, набери мне, и тебе расскажут эксперты о лучшей технологии в мире. Вот что я продаю. Я не продаю эфир. Так что я не знаю, как он справится с тем, чтобы продать тысячи разных говнокоинов. И при этом, я думаю, что... Если бы меня спросили, как я вижу окончание этого цикла... И, кстати, я не утверждаю, что у нас все закончится гипербиткоинизацией. Я думаю, к концу цикла у нас будут и падения, и будет отходняк ко всем этим провалам валют, которые у нас будут. Ведь мы опьянеем, все будут богаты, все поднимаются. Так что куда это все, я думаю, приведет? Когда внезапно какой-то говнокоин будет слит, оказавшись в корзине у Ларри Финка. И когда все эти люди придут к местному политику и скажут, «Хей, я купил инструмент BlackRock, а они меня поимели. Ты не должен был мне позволить сюда инвестировать, ты должен был меня обезопасить». Людей поимеют, Ларри Финка больют дерьмом. Так что между периодом сейчас и потом, он, похоже, создает банановый карнавал, рассказывая о том, как доллар будет обесценен. Поэтому скорее спешите в этот ебаный аркадный бар и напивайтесь, покупая это бесполезное дерьмо, не знаю. Я думаю, что вот так это все представит Ларри Финк. Не знаю, повторюсь же, что эфир — это мировой компьютер. Если бы я был традиционным инвестором, я бы сказал, «Хм, интересно, но чем он лучше, чем Амазон-сервисы? Сколько и каков кэшфлоу?» А ты такой, «Не-не-не-не-нет, какая глупость, просто покупай монетку». И ты такой, «Чего?» Да с чего бы? С какого? И на основании какой такой ценности? Типа, «Чего происходит?» Так что, опять же, ну, кто же знает-то? Но вот то, что я знаю, то, что они на этом много зарабатывают. И банки испытывают голод по бизнесу, прибыли, активности. Опять же, они не... Проблема облигации заключается не в том, что они платят 5,5%, а в том, что они активно не выдаются в заем. Они же хотят выручки, они хотят движухи, им нужен поток. Эти банкиры ждут крупные бонусы в конечном итоге. Так что, эти инструменты, в которых находится настоящая жизнь, со всеми этими крипто-этф, они их хотят, они хотят их листовать, даже такой, как Доги Коин, пока они будут понимать, что в эти активы будут притоки. Я думаю, определенно там будут притоки, несмотря на то, думаем ли мы так или нет. Да, слушай, это как то, что одним из секретов финансов заключается в том, что дебилов у Уолл-стрит больше, чем в крипто. Да, ну, то есть... Ведь Криптап даже не могла себе и придумать ипотечный кризис. Чел, они бы не смогли... Нет никаких шансов, чтобы они такое придумали. Но вот в чем дело. Я думаю, что все мы спекулянты по своей натуре. На каком этаже? Мы на... Мы на 47 этаже. Окей, ага, ясно, 47 этаж. Я должен был принять решение, выбрав подъем по ступенькам или же на лифте. И я сыграл на удачу, выбрав лифт. Машину, сделанную человеком, вдруг не сработав и подвергнув меня опасности. Так что, вероятно, было бы безопаснее по ступенькам, но это бы заняло больше времени и энергии. Так что я оптимизировал затраты времени и энергии, выбрав лифт. Но это оказалось азартной игрой в реальном времени, через которую я прошел. То есть все мои люди являемся спекулятивными игроками. И одна из вещей, делающую нашу жизнь такой, как она есть, в том, что будущее никогда неизвестно. Так что все из нас спекулятивные игроки. Так что никогда не позволяй никому утверждать на Улл-Стрите не спекулятивные игроки. Или вот этот человек. Каждый по своей натуре такой, ведь будущее никогда неизвестно. Это факт. Проблема в том, что мы не хотим подвергать этому свои деньги. Деньги являются рыночным товаром в экономике, они не должны быть такими. И вот почему золото было деньгами. Потому что из всего, что мы смогли найти, мы в нем были уверены больше всего. И проблема, когда каждый из нас, конечно же, является игроком, спекулянтом, каждый хочет пойти в казино, все положить на красное. Но проблема наша в сообществе в том, что мы не должны вынуждать спекулирование о нашем времени и деньгах. Вот в чем проблема. Здесь нам с вами нужно поменять курс. Деньги должны быть надежными, быстрыми и реальными. А люди продолжат спекулировать на будущем по своей натуре. Но после этого я покушаю в каком-то ресторане, я немного порискую, обдумываю все в голове и возможно это выгорит. Может быть шансы невелики, а может быть шансы большие. Потому что я уже видел многих, которые постоянно спекулировали. Так что в любом случае, никто не является более этичным и чистым. И нахуй ребят с Уолл-стрит. Они являются точно такими же спекулянтами, как и те ребята из Робин Гуда. И все мы с вами. Но знаешь, такого не должно происходить с деньгами, что мы используем. Нас не нужно вынуждать спекулировать. У нас должна быть возможность накопить деньги. Как страйк помогает людям покупать биткоин? Да я думаю, что мы попросту самые лучшие из тех, кто предоставляет финансовые сервисы по биткоину. Почему? Да попросту это высококачественные услуги. Наши технологии лучше. Мы имеем лицензию, соблюдаем законы и представляем крупнейшие рынки в мире. У нас есть поддержка клиентов. Позвоните нам в любое время, мы на связи. Все вам расскажем, объясним. И на момент образования компании появилась сеть Lightning, который мы также взрастили и внедрили в повседневный бренд биткоина путем предоставления качественных финансовых сервисов для всех желающих. Ну, то есть, это самый крупнейший бизнес, продающий биткоины. А все потому, что у нас, например, есть бесплатный вывод ончейн биткоина. У нас есть поддержка сети Lightning. Наша технология быстрее, шустрее, сильнее и лучше. У нас лучше поддержка клиентов, мы более доступны, мы используем большее количество валют. А еще, я думаю, что люди всинхрон идут с нашим брендом и нашей миссией. Так что, я думаю, в бизнесе, который, например, в сравнении с кем-то типа Coinbase, я думаю, ну, то есть, я не думаю, что Брайан придет со своими фанатами и скажет мне, что, ребята, мы с биткоином лучше, чем вы. Потому что они не сосредоточены на биткоине. У них нет бесплатных ончейн-выводов, которые используют забавные технологии объединения в группы и технологии прогноза комиссий. Потому что, вместо этого, они создают фундамент. А мы же видим мир, где индустрия таких людей продолжает сосредоточенность на крипто. И когда мы сосредоточены на биткоине, а также этих продуктов и услуг, их качество для клиентов начинают выделяться. И мы видим тот рост и то, где мы на самом деле кладем нашу голову на подушку, думая, что мы самые лучшие в мире, работающие с биткоином, что в итоге трансформируется в феноменальный бизнес. Лучшие. Ага. И никто другой. Ну, то есть, я не люблю говорить определенно, но когда заходит разговор о щиткоинах, то я становлюсь агрессивным, будучи генеральным директором Страйка и, кстати, твоего акционера, будущего бизнеса, который является одним из лучших в мире в следующем году, десятилетия веки. И этот бизнес будет оставаться невероятным. Мы не взлетаем к небесам, мы не падаем вниз. Это стартап, но ты понимаешь, о чем я говорю. Так что мы держим хвост пистолетом и внимательно работаем с клиентами. Что ты скажешь о Трампе и Байдене? Все их позиции, защищающие позиции, что они говорят. Это офигенно. Чел, не слишком ли быстро мы прошли от пути? Вот мы все запретим, да мы это поддерживаем. Я думаю, что одним из самых моих любимых выводов здесь в том, что эти земли начали двигаться. Они не обязательно это делают для получения пожертвований, хотя я знаю, что они получают эти пожертвования, они это делают для голосов. А это значит, что это движется и поддерживается людьми. Так ведь? Ты и хочешь пожертвования. Ты выступаешь на Блумберг, Коктейль Аур, а потом, окей, я возьму твои 20 миллионов долларов. За что ты хочешь, чтобы я выступил? Но если тебе нужен коллективный популизм, открытая публика, которая за тебя проголосует, ведь это де-факто повестка электората, а это значит, что это сила народа, желание этой технологии, а это значит, что земля поехала. И на мой взгляд, это самое крутое, что Байден вдруг перешел от позиции «Хуй вам индустрия», да «Ой, черт, Трамп это поддерживает». И он, похоже, набирает довольно сильный импульс в своей поддержке, такой «О, ладно, я тоже буду поддерживать». А это значит, что электорату не все равно. Это значит, что много людей подписались в эту идею. Это мой самый большой вывод. Но политики остаются всегда политиками, они всегда будут обещать, что потом не выполнят. Но факт того, что они признали, что сила в этом вопросе принадлежит людям, ну, то есть, Сатуши бы этим гордился. Определенно, что он предоставил нам большой рычаг, правильно? Мы теперь можем двигать годы выборов путем запуска нот и обладанием нашими активами, биткоином, который добавляет нам наши индивидуальные силы. Правильно ведь? Какая другая тема выборов может показать такую силу электората, которая может сказать «Нет, ублюдок мой твою, ты нас поддержишь». Это так круто. Я думаю, что национальные политики, я об этом говорил раньше, на уровне городов, у нас есть Техас, Флорида, Нью-Йорк, все спорят о том, кто может больше заплатить, кто станет биткоин столицей, типа того. Теперь же это уровень национальной политики. Теперь это совершенно другая игра, верно? И теперь это перед лицом некоторых довольно известных политиков. Ранее говорили, что «Я это не хочу». Теперь с этим покончено. И теперь типа два крупнейших кандидата вышли на сцену и говорят такие «Ну, мы как бы это любим». Теперь будет довольно сложно сказать, что это будет запрещено. Но в большей степени для меня важен так называемый эффект домино. Что даже и другие страны, которые, ну, может быть, не хотели напрямую взять и забанить это. Они просто странно говорят, «А, у нас как бы особо нет мнения. Посмотрим, что сделают США, мы типа поддержим, но типа нам все равно. Забили и так далее». «Теперь как будто восхваляют». Теперь как будто восхваляют. «Конечно». Они говорят, «Эй, у нас повсеместная инфляция, обеспечение вне валюты, а биткоин, похоже, является путем спасения. Какого хрена происходит?» И теперь Трамп и Байден говорят, «Да, я согласен, я поддерживаю». Это технологии, это инновации, и факт того, что это есть в США, и люди здесь майнят. Так что я думаю, это начинает очень медленно разворачиваться, что они могут потихонечку вставать на сторону понимания, что эти вещи могут рвануть. Теперь они это осознают, и понимают, что они могли ошибаться. Так что теперь я думаю, что мы с вами будем наблюдать, когда политики пытаются оказаться не на неправильной стороне. Я думаю, отличным примером может быть Сальвадор. Внезапно оказалось, что Наиб — это гений, думающий о будущем, говоря о биткоине. Так что я думаю, это экстраполирует эффект того, когда мы затрагиваем тему геополитических связей. Но также я думаю, что то, что мы с вами продолжим видеть, это то, что ты не хочешь оказаться политиком или президентом, мешающим этому, потому что если он вырастет до 250 тысяч за монету, и Трамп это поддерживает, все поддерживают, а ты вдруг нет, то от тебя просто избавятся, верно же? Да, похоже, что сейчас собирается импульс, когда тебя не накажут ни за поддержку, ни не за поддержку, верно? Да. При этом раньше было обратное. Поддерживай это, ты можешь получить, если ты за это продолжаешь топить. Но сейчас, похоже, консенсус начинает меняться. Теория игры биткоина всегда звучала так, всегда лучше быть в ее команде, чем не в ней. Лучше быть другом, чем врагом. И сейчас мы с вами видим, как он обыгрывает президентов самых сильных в Соединенных Штатах Америки. Но это лишь теория игры. Нельзя уходить в крайность, нельзя говорить, что у меня только доллар или у меня только биткоин. Я учредитель биткоин-бизнеса, я так долго с биткоином, что нет никого дольше с ним связанного. Тебе не обязательно быть таким, но лучше не стоять на пути биткоина. И в этом смысле он как кислота, которая просачивается через все, чего касается, подавляет и выжигает, где вам в итоге попросту не нужно стоять на его пути. Так что да, он на своем пути просачивается в цикл выборов, и теперь каждый такой, знаете что, биткоин так сейчас свисает, что я его вижу. Ты с нами, или мне нужно будет в садить в тебя пулю. И все-таки, не-не-не-не-не-не-нет, мы поддерживаем его, мы будем принимать пожертвования, регуляторы начинают менять законы, но мы это видели с вами во времени раз-раз-раз за разом, верно? Я в команде биткоина, команда Страйка. Хороший мальчик. Это хорошая команда? Как люди могут найти тебя и команду Страйка? На самом деле, меня зовут Джек. Я не являюсь нимом, так что... Чего? Я не аноним, я уверен, что у многих кого-то интервьюировал, такие как крипто-гоголь-моголь, которых как вообще можно найти? Джек Мойлерс, вот так вы можете меня найти. Так что я Джек Мойлерс на Твиттере и вообще везде, и я веду Страйк, вы можете скачать приложение. Мы покупаем, продаем биткоин с самыми низкими комиссиями в мире. Так что удачи. Ясно? До следующей встречи. До следующей встречи. Большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok